Добрый вечер! А теперь о главном. Вчера в зале суда освободили знахаря Хашима Зайналиева, который был взят под стражу на два месяца 22 декабря прошлого года в связи с обвинениями в мошенничестве. До того, 7 декабря, против него было возбуждено дело по статье «Незаконное врачевание». Следствие по этому делу продолжается, но по этому делу его не арестовывали, и он может находиться вне СИЗО. Дело по мошенничеству возникло в связи с заявлением зятя женщины, которая в 2016 году лечилась три месяца у Зайналиева. Он обещал, что вылечит ее от рака, не вылечил, но получил от них 100 тысяч сомов. Она умерла летом 2016 года. Зять обвинял знахаря в мошенничестве, но недавно написал отказную. И судья Октябрьского суда Бишкека Хамбат Архарова прекратила вчера дело за примирение сторон. Другое дело, которое еще продолжается, было возбуждено по заявлению Министерства здравоохранения, потому что медики получали очень много жалоб от пациентов и других граждан в связи с деятельностью Зайналиева. Например, в ноябре в Национальный онкологический центр была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии пятилетняя девочка после лечения у Зайналиева. Врачи были в шоке от его методов лечения. Сообщается, что в 2016 году Зайналиев в ходе лечения женщины больной раком в груди ампутировал у нее грудь без наркоза. Впоследствии она скончалась. Милиция и тогда тоже возбуждала против знахаря уголовное дело по статье «Незаконное врачевание». Но дело было прекращено вследствие того, что родные умершие не стали поддерживать обвинение властей против Зайналиева. В таких случаях у милиции гуманность бьет ключом. Сейчас Минздрав обвиняет его в шарлатанстве и главный их аргумент – он лечит людей, не имея на то лицензии. По образованию Зайналиев не врач. Он закончил Ошский университет по специальности химия и биология. Врачевание научился самостоятельно и даже возмущен тем, что официальная наука не признает открытых им методов лечения рака. Про необходимость наличия лицензии он говорит так. Вы читаете из интернета закон о лекарственных средствах, есть такой. И закон о лицензированном медицинском диете. Там построена схема проведения получения лицензии. Там четко написано, что если у вас сторону, которая получающая, должна иметь врачебный диплом. У меня нет такого диплома. Человек признается, что не имеет диплома, но лечит. И клиника его не имеет лицензии, наверное, потому что не подпадает под закон. Нет диплома – нет и разговора. И ни Минздрав, ни правоохранительный орган не могут адекватно ответить на такую наглость и закрыть его клинику. Потому что у него много сторонников, как среди ученых и журналистов, так и среди пациентов. Они пишут в его защиту письма и ходатайства. Уже третий год мы обращаем президенту, правительству, депутатам Джоркинг, и особенно Министерству здравоохранения. Несколько раз мы обращали, чтобы законить наши работы, чтобы наша разработка, чтобы врачи также ползывались нашей разработкой. Все отказывают. И то, что ему отказывают Зайналиев и его сторонники, понимают как какое-то притеснение, несправедливость, а главное, как боязнь коррупции. Но если есть способности, почему бы хотя бы заочно не получить специальность? Некоторые даже считают, что Зайналиев достоин Нобелевской премии. И одной из причин его освобождения вчера явилось как раз ходатайство известных ученых и журналистов. Это в какое состояние пришло наше общество, если просвещенные люди, имеющие дипломы и даже ученые степени, защищают такого доморощенного гения. Однако организовать ему диплом не могут. И ведь свое дело он знает. Он отказывается лечить, но его уговаривают. Он не требует оплаты. Пациенты сами ему дают деньги, кто сколько сможет. Он хочет прекратить врачевать, но ведь безнадежным больным людям надо помогать. Вот лицо наших правоохранительных органов медицины и вообще науки. Органы могут налететь на нормально работающую компанию, парализовать ее деятельность своими проверками и не отступать, пока жертва не согласится на отступные, как это происходит, например, с Ахнетом. А с Зилалиевым ничего поделать не могут. Каждое общество, наверное, имеет таких врачей, которых заслуживает. Это была программа о главном. Ее вел я, Наран АЭП. Всего вам хорошего и до свидания.